друзья всем привет на связи если вы смотрите это видео значит выбор актуальность выбора бойлера скорее всего для вас реально существует если вы смотрите конкретно это видео то смею предположить что бойлер атлантик вертига на стеотитовом тэне 2 тэна essential 100 MP вас заинтересовал в этом видео расскажу на что стоит обратить внимание по крайней мере на что я обращал внимание выбирая новый бойлер старый прослужил 9 лет и собственно какие плюсы и минусы нового бойлера который уже висит и которым мы пользуемся рассказать есть что итак если говорить издалека то предыдущий бойлер у нас был горение или горение не знаю как он называется на 50 литров верой и правда он прослужил реально около 9 лет 7 лет вообще без каких-либо внедрений в его систему чистки профилактики там был не было 2 тэна закрытых и даже спустя 7 лет когда мы его открыли для профилактики хотя по сути мы меняли колесико которая начала за заедать то он был чистый он был чистый анод был целый потому что это сухие тайны закрытые и все быть ничего если бы после 9 лет использования он бы не потек потек он как раз видимо какая-то проушина случилась в этом закрыта в этой закрытой колбе принято можно можно было поменять этот фланец без проблем примерно это стоимость около 1000 гривен но мы решили что 9 лет для бойлера это уже да и по словам мастера это уже в принципе существенный показатель хотя опять же по его словам такие бойлеры не живут больше двух-трех лет и мы приняли решение сэкономить эти деньги продать этот бойлер и купить просто новый на больше объем потому что 50 литров в принципе не всегда хватало и так по каким же критериям я выбирал бойлер какие основные какие второстепенные я думаю что первый самый главный критерий это по сути объем бака до объем бойлера то количество кипятка 70 градусов все-таки не холодная вода который вы сможете использовать и первый вопрос я думаю у человека которые возникают у которой бойлера вообще не было а сколько нужно 30 литров 40 50 80 100 рассчитать можно максимально просто то есть да есть таблицы в том плане что на одного человека для его повседневной жизни нужно столько-то литров для двух столько-то для семьи плюс ребенок столько-то есть у вас есть собака столько-то но даже если взять два человека которые пользуются эти бойлера на там девушка одна моет голову очень часто и очень долго вторая очень быстро и очень редко я отталкивался от двух критериев первые критерии это тот фактор что из крана вода течет со скоростью если вы пользуетесь активно со скоростью 10 литров в минуту то есть примерно 9 10 литров в минуту то есть 100 литров из крана у вас вытечет ну примерно где-то там за 10 минут в бойлере можно сказать кипяток и поэтому та вода которая идет из крана она разбавляется плюс минус один к двум один к трем зависимости там лето зима потому что летом температура у нас в трубах холодной воды там выше зимой температура холодной воды в трубах ниже и соответственно того количестве кипятка в бойлере хватает на меньший объем так или иначе давайте возьмем один к двум если бойлер допустим 50 литров то разбавляя холодной водой вы из крана и своего получите сколько 50 умножить на 2 100 литров 100 литров вам хватит примерно на 10 минут нон-стоп если у вас более 100 литров то вам хватит суммарно 200 литров разбавленной воды а это примерно 20 минут если один к трем считать то еще больше второй момент если вы есть у вас есть ребенок если вы набираете ванну то тут еще все проще вы берете и просто высчитываете объем вашей ванны высота на длина на длину и на ширину получается объем ванны в литрах бойлер который выдает вам допустим ну 100 литров кипятка бойлер 100 литров вам бы хватит его чтобы заполнить 200 литров ванны второй момент который на который я обращал внимание это тэн тэн и бывают трех видов все скажут почему трех-двух тэн и бывают 3 3 3 видов первый это мокрый это по сути как кипятильник который вы опускаете в кастрюлю все вот кипятильник вот кастрюля со временем на этот кипятильник накапливается на лед который нужно счищать разбирать и проводить профилактику вот этой вот жижи грязи накипи второй тэн это сухой тэн он помещается просто возьмите вот такую вот колбу да такая вот колбочка небольшая и туда вставляется этот тэн проволока назовем тогда соответственно эту проволоку из-за этой колбы из-за вот этого резервуара ничего не никакой накипи не намазывается и третий тэн третий вид тэна это тоже сухой но это уже более такие прокаченные тэны стеатитовые я чуть дальше более подробно расскажу покажу что это такое время нагрева ну как бы я обращал внимание но не столь кардинально упустим этот момент ширина высота и глубина для нас это было кардинально важно потому что у нас отсек ровно там ну максимум помещалось 50 сантиметров по высоте в принципе мы не были ограничены и по глубине нам хотелось бы тоже чтобы он не сильно выпирал ну потому что это неудобно управление я читал и многие бойлерщики рекомендуют самое простое самое максимально простое механическое почему потому что если это электроника если это электронная если она где-то что-то перегорает ее нужно менять эту всю плату она стоит там как треть вашего бойлера вид в принципе был безразличные может быть в виде колбы может быть виде квадрата может быть виде приплюснутого даст такой slim прямоугольничек смотрите на то место куда вам его нужно посадить модель марка бренд опять же по отзывам по рекомендациям бойлерщиков обратили внимание на атлантик на хай терм кто-то говорит что арестон это российский бренд кто-то говорит что электролюкс он не проживает даже два года но так или иначе выбирали между вот этими вот так вот выглядит таблица в которую я вносил для того чтобы держи не держать в голове все эти цифры вносил и потом смотрел сравнивал да там какой-то бойлер на 80 он быстро греет но там мокрые тены и с ними возни больше какой-то бойлер греет дороже но там тен греет дольше потому что там тен меньше и ну более плохенький короче остановились мы вот на вот этом вот варианте атлантик стеотитовый тен и теперь переходим непосредственно к его плюсам и минусам давайте оттолкнемся от плюсов чтобы узнав про минусы мы с вами тут не разбежались первый плюс это наличие на самой непосредственно коробки картонной коробки шаблон для разметки отверстий то есть вы просто берете этот шаблон прикладываете к стене просверливаете отверстия и конкретно там будет бойлер потому что так прикидывать как где чего довольно сложно полный комплект потому что есть бойлеры с вилкой есть без вилки есть с клапаном ну в принципе все с клапаном есть с диэлектрической муфта есть без диэлектрической муфтой третий плюс это две то есть для такого веса до от 80 литров мы имеем две монтажные планки следующий плюс это семь лет на бак гарантия и два года на электрическую его часть есть бойлер и где на бак три года есть более регена бак пять лет но забегая наперед скажу что для того чтобы гарантия была реальной может быть из вас кто-то не знает но у всех поголовно брендов вы обязаны проводить профилактику то есть если говорить про атлантик то я обязан каждые два года проведет профилактику там смотреть менять анод чистить следующий плюс это механическое управление то есть не сенсорное ничего если что-то у нас случится можно раз заменить и все следующий плюс это простота использования то есть установил температуру он шурует потому что я начитался про те бойлеры и про отзывы на них которые смарт нагрев бойлер считывает твое поведение как часто ты пользуешься в какие дни недели и в это время он нагревает воду в остальное время он не нагревает воду его только поддерживает но это трэш потому что ну зачем такое быть следующий плюс конкретно этого бойлера это два бака два одинаковых бака там по примерно где-то в моем случае по 40 литров из-за наличия двух баков и метода их нагрева я вижу один из главных и основных минусов сейчас мы к нему как раз вернемся и дойдем следующий плюс один из плюсов самых главных этого бойлера это стеатитовые тены что такое стеатитовый тены в чем его преимущество зачитаю потому что сам не выговорю сухой стеатитовый тен для бойлера это собственная разработка компании атлантик с 2012 года его суть состоит в том что нагревательный элемент изготовлен из стеклокерамики ну там как глина какая-то стеклокерамика выдерживает там заоблачной температуры и помещен в стальную эмалированную колбу да то есть по сути это тот же сухой тен в колбе это позволяет избежать прямого контакта с водой и тем самым избежать возникновения всяких токов увеличение срока службы бака и накипи плюсы стеатитового тена он адаптирован такой тен адаптирован к любым типам воды к агрессивной не агрессивной если вы в квартире живете если вы за городом живете высокоминеральная не минеральная обессоленная скорость нагрева стеатитового тена гораздо выше так как непосредственно площадь до теплоотдачи больше гораздо сокращается потребление электроэнергии остывает намного медленнее обычного тена не обрастает сухой тен не обрастает накипью как это касается с мокрыми тенами которые в воду погружены сервисное обслуживание таких тенов с магниевым анодом производится один раз в два года то есть не как по рекомендациям раз в год у мокрых тенов нужно при замене такого магниевого анода или в принципе просто тена вы не сливаете воду а просто сухой тен извлекаете и заменяете если с ним что-то случилось из минусов говорят лишь о высокой более высокой стоимости по сравнению с обычными тенами друзья а теперь основной минус до которого я докопался но наверное спустя дня три общения с техподдержкой потому что я вообще не отстреливал как работает этот индикатор как работает этот бойлер нагрев если в предыдущем бойлере было максимально все просто бойлер греет горит значок ну как горит лампочка условно бойлер нагрелся лампочка вырубилась все бойлер не работает он не греет я заглядываю допустим лампочка не работает значит максимально нагрет тут бренд пошел от обратного в этом есть свой плюс в этом есть свой минус он пошел от обратного и он сделал когда когда бойлер холодный, с холодной водой, то ничто не горит. И на самом деле вы даже, я даже не понимаю, работает он, не работает, потому что греет он очень тихо, и по сути, вытаскивая вилку из розетки, ничего не меняется. То есть маленький-маленький гул вы слышите. Никаких других опознавательных знаков не появляется. Он греет, 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 греет. Потом загорается индикатор душа, иконка душа. Необизнанный человек может подумать, что бойлер нагрелся. Все, можно пользоваться. Он максимально нагрелся. И, кстати, техподдержка в контакт-центре, когда я первый раз позвонил, они мне сказали, что индикатор душа загорается, когда бойлер прогревает воду до заданной температуры. То есть если у меня температура, я выставляю на максималку 70 градусов, то по их словам, отталкиваясь от их слов, мой бойлер нагрелся до 70 градусов и загорелся иконка душа. Но по факту иконка душа загорается тогда, когда количество воды в бойлере достаточно для приема душа одного человека. И это примерно половина бойлера. А теперь давайте, как это происходит, чтобы вы понимали, собственно, мое негодование, некоторые сложности диалога с бойлером и его использования. Как происходит нагрев воды? Вот даже на картинках, чтобы вам было максимально просто, кто собирается этот бойлер покупать, чтобы он был предупрежден. Бойлер разделен на два бака. В каждом баке у нас свой ТЭН. В левом баке, да, это выходной бак, то есть из него в первую очередь вода вытекает, горячая вода, там ТЭН полтора киловатта, 1500 ватт, полтора киловатта. Во втором правом баке, куда поступает холодная вода из водопровода, там ТЭН 1000 ватт, 1 киловатт. Набрали вы бойлер, и он начинает греть воду. В первую очередь греется, включается ТЭН левого бака, выходного бака, из которого вода будет горячая поступать к вам в ванну. Два ТЭНа не работают одномоментно, одновременно. Работает или первый, или второй. То есть по факту мощность этого бойлера полтора максимум. А то и меньше, если включается второй. Значит, левый бак, выходной бак греется, 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 греется. Когда он полностью нагрелся до заданной температуры, в моем случае 70 градусов, вот нагрелся левый бак, на панели высвечивается иконка душа. Она включается. То есть по сути, когда включается иконка душа, я имею в бойлере 40 литров воды 70 градусов. По моим наблюдениям, у меня эта иконка включается примерно через час. По тех характеристикам, которые прописаны там в инструкции, иконка включается через полтора часа. Дальше. В левом баке вода нагрелась до 70 градусов. ТЭН там выключается. И включается ТЭН во втором баке, в правом баке, во входном баке. Туда, куда вода холодная поступала позже. Включается там ТЭН, греет, 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 греет воду. При этом иконка душа продолжает гореть. То есть непонятно. Когда и во втором баке вода нагрелась тоже до 70 градусов, то во втором баке ТЭН отключается. Иконка душа или какие-то другие познавательные элементы при этом не меняются. То есть иконка душа светится, когда у меня пол бака нагрета. Иконка душа у меня светится, когда у меня полный бак нагрет. И если провести параллель, вот, допустим, мне нужно, да, там, я приехал, там, не знаю, там, с дачи, мне нужно набрать воду, там, для ребенка. Как мне узнать, когда у меня будет для ванны готов полный бойлер? Только засекать по времени. По тех характеристикам, полный прогрев 80 литров в этом бойлере 4 часа. Следующий момент, когда бойлер греется, и вы при этом используете горячую воду, да, постоянно. Как делаем мы, к примеру, мы его вообще не выключаем ни днем, ни ночью, ни летом, ни весной, ни зимой. Постоянно пользуемся бойлером. Почему, отвечаю, потому что коммуналка лично у нас выходит в 2 раза меньше при использовании бойлера, чем при использовании воды из горячего трубопровода. Если мы используем воду из бойлера на постоянной основе, то что происходит? Нагреты оба бака, и левый, и правый, и выходящий, и входящий. Мы открываем кран, вода из левого бака начинает выходить. Выходит, выходит, выходит к нам в кран, а, соответственно, в правый бак она начинает поступать холодная. Ну, как под давлением, да, она выталкивает горячую воду. Горячая вода постепенно перетекает в выходящий бак, а во входящем, в правом баке появляется новая холодная вода. Как мы видим, при использовании воды холодная вода надходить у входный бак. Датчик входного бака, да, правого бака, реагирует на снижение температуры воды у входном правом баке. И включает ТЕН. Починает греться правый бак, туди, куда поступает холодная вода. Він, ТЕН, правого баку, входного баку, будет работать, пока холодная вода не начнет отходить у выходный бак. ТЕН правого бака, входящего бака, будет работать до тех пор, пока эта холодная вода полностью не заполнит первый входной наш бак, и пока она не начнет перетекать, заполнять второй левый выходящий бак. Ну или если он нагреет этот правый бак. Как только холодная вода начинает перетекать, поступать, она заполнила уже весь входящий бак, и начинает поступать в выходящий бак, в левый бак, то тен в правом баке вырубается, там как была холодная вода, он вырубается, он ее не греет. И включается тен выходного бака левого. И дальше, то о чем мы перед этим говорили, включился тен выходного бака, греется выходной бак, нагрелся до максимума, отключился, включается тен входного бака, уже на 1000 ватт и греет входной бак. А теперь собственно тем, чем я недоволен. Посудите сами, если бойлер у вас нон-стоп, вы пользуетесь этим бойлером нон-стоп, постоянно открыли, закрыли, горячую воду налили, вымыли посуду, включили, то по сути у вас тен будет включен и работать всегда один в выходящем баке. Потому что вы активно пользуетесь водой. Вы пользуетесь, пользуетесь, пользуетесь. Тен вам не успеет нагреть, если вы постоянно пользуетесь водой, 40 литров вашего выходящего бака. А даже если он и нагреет, то через 2 минуты, даже если он нагрел и перешел в входящий бак, греет второй тен, то через 2 минуты, через 5 минут, снова входящий бак выключится, а выходящий будет включен. Мы имеем, по сути, один бак, в котором работает один тен. Второй бак, он всегда будет с холодной водой, если мы активно пользуемся. И тен, который в нем, во втором баке, в правом, он всегда будет выключен, потому что у нас постоянно работает выходящий бак. Странно? Странно. Подведя итог, я вижу два минуса. Минус первый. Это я никаким образом не могу узнать, а когда в бойлере нагрелось 80 литров, я могу их максимально использовать. Когда? Ну, разве что прислушиваться, гудит ли он или не гудит. Если он уже не гудит, значит, он нагрел до максимума и отключился. Бренд хотел сделать хорошо и проинформировать нас о том, когда мы можем начать принимать душ. Вот, нагрелось, принимаем. Но по факту, мне кажется, это менее удобно, чем если бы просто был один индикатор, который включен, когда бойлер греется, и выключается, когда бойлер нагрел и выключился. И второй минус, это вот эти вот два бака, а точнее даже не само наличие двух баков ради блога, два бака, два тена, два анода, а логика вот этих вот переключений, включений и работы этих тен. То есть почему нельзя было сделать два бака, два работающих тена? Проводка не потянет, два с половиной киловатта в квартире потянет. Ну, греет себе одновременно два тена, вода перемешивается, все нормально, с общающимися сосудами. В общем, надеюсь, вы поняли смысл. Если не поняли, посмотрите еще раз ту часть ролика, где были картинки, прочитайте надписи под ней. Если есть какие-то вопросы по использованию, обязательно пишите в комменты, потому что с момента снятия этого видео, возможно, уже прошел день, месяц, неделя или год, и есть чем с вами поделиться и ответить на ваши вопросы. Ну, и если ролик был полезен, то не поскупитесь, палец вверх и какой-то фидбэк, коммент, пользуетесь ли вы этим бойлером или, может быть, каким-то другим, сколько он у вас прожил уже лет. До новых встреч в новых видео. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»